Познакомился, очень классный человек. Ну и, конечно, Марис. И мне не перестаю удивляться и восхищаться. Я хочу сказать, что идите, идите и не пожалеете. Но хочется так сказать. Я очень, я ни разу так фильма, наверное, не ждал, как эта работа. Мне кажется, это самая удачная моя актерская работа. Жевский против Наполеона. Нет, Жевский против. А Жевский против Наполеона. Я Наполеон. Вот это в фильме. Роли какие? Такой Наполеон достаточно комичный, вымышленный, как, в принципе, и я сам по своей сути. Как, в принципе, и все это подтверждается еще и костюмами. Такими же поролоновыми животиками, пенопластами, бедрами и приклеенными челочками. Я совершенно другой человек. Никого я не пытался никогда покорять перед слабым полом. Ну, это тот образ, который у нас есть в фильме. Никогда там не лебезил, не сходил с ума из-за этого. Всегда была одна по любому, любил слежу. Есть такой мастак на разные, в общем, приключения с женщинами, связанные. Мне кажется, такой слабый человек. Реально слабый перед слабым полом, вернее, перед слабым полом становится слабым. Падам, ваше появление здесь – это луч света для Наполеона Бонапарта. Да и вах с ним! Вас-то как зовут? Симпатяга. Моншер и император Франции Наполеон Бонапарт. Вау! Пардон, была не в курсе. Политикой не интересуюсь. На настоящего джигита в бане в зале, определяющего с улицы. По запаху. Я приятно ошараш. Обычно, мадам, такие заявления делаю я. Это Москва, шалом, мы здесь все хищницы. Ты скажи лучше, где такую кепку отхватил, а? Это мой неотъемлемый гаджет. Перестань хвастаться, император. Ты мне и так нравишься. Ой, а что это? Резкий, быстрый. Ну вот, разве что, он такой же характер вспыльчивый. Может быть, немного. Сидел на лошади в седле. Сидел на лошади в воде. Сидел на лошади на горе. В общем, везде сидел, наверное, лошадь. Верх ногами на лошади сидел. Вот, в холодной воде. В гидрокостюме, наверное, да. Вот такой костюм Наполеон был. Вот, все пытались мне сделать какую-то трубочку. Но с трубочкой ничего не вышло. Поэтому я сидел просто в гидрокостюме под водой. И меня дергали за ногу веревочкой. Вот одна из курьезных ситуаций. Я должен был просто ровно сидеть. Меня под водой за ногу веревочку дергали. Мол, пора всплывать. Потому что вода будет, да? И ты не видишь пребывания лодки. И вот, когда меня дергали, так получилось, я должен был ровно вставать. Меня дергали. И этим же движением меня переворачивали. И я очень долго, пока я вставал, лодка проплывала. Да, Ходченкова с усами никогда не видел. Проплывание идет. Я ей это сказал. С Мишкой Белсеном никогда в кино не играл. Но были на мой сын не раз. С Пашей Деревянком знакомы заочно. Влюблен в его работы. И он вроде бы не равнодушен к моим работам. А так вместе поработали. Главное, что я раз. Почему мне нравится комендия? Потому что это два часа смеха и настроения. О том, что на самом деле все хорошо в жизни. Аршевский против Набалева. Графиня, я очень рад вас видеть. Вы знаете, у нас ЧП. Адъютант императора оказался русскоразвитист. Так что очень много работы у меня. Увидимся завтра. За завтра. Стой. Я играю сына Багратиона. Несмотря на то, что Багратион был грузин, на самом деле это был очень отважный воин. Перед тем, как сниматься в этой роли, в роли Багратиона, я залез в интернет и прочитал про Багратиона очень много вещей. И пока он воевал, его супруга из Санкт-Петербурга ему изменяло в Петербурге. И когда человек вернулся, он ей все простил. И она сказала, прости, дорогой, но чем у Багратиона? Вот, я играю Багратиона, этого человека, у которого на самом деле в душе не все так красиво, не все складно. Я играю Багратиона таким человеком, немножечко таким. Ни в коем случае не хотел спуститься на Сталина, чтобы это был Сталин. Потому что грузины, есть акценты, сталинские все. Немножечко такой, есть такой замечательный композитор Гейк Анчели. Гейк Анчели. Я немножечко рассказал историю про Гейк Анчели и играет такого Гейк Анчели. Такой, ты говоришь английский? Это твоя амбрелла? Нет, это моя амбрелла. Ничего общего нету между мною и Багратионом, потому что Багратион грузин. А я, Марат Башаров, татарин. Татары, они миротворцы, они спокойные, а грузины, они горячие парни. Стараюсь как-то вытащить из спокойной татарской души кинжал, кинжал гор. Вот здесь, на съемках этой картины, я в первый раз пришел к монитору, на плейбэк, надел очки и вдруг я увидел, что такое 3D на самом деле, что это трехмерно. Мы снимали сцену с Анной Семеновичей. Я понял, что Анна Семеновича должна быть, ну как трейдмарк 3D, потому что мы все привыкли Анну Семенович видеть, ну как Анну Семенович. А я увидел Анну Семенович в 3D. То есть на первом плане это Анна, а на втором уже Семенович. И то есть ты в очках, ты видишь в первую очередь, если еще Анна к тебе идет, то есть сначала подходит Семенович, а потом сзади Анна еще, которая говорит. Хочется посмотреть сверху, вот так. Я предложил, говорю, Мариус, давай сделаем рекламу картины Семенович 3D. Потому что не в одной плоскости, а это же объем. Ведь на самом деле не важно, что получится. Важно, что происходит во время работы. А слушайте, это кино, это ночь Киев. Это артисты 95-й квартал и татарские актеры, которые получают огромные деньги в картине в 3D. Ржевский против Наполеона. Мы артисты из Москвы. Я играю в безумную даму, которая влюблена в Ржевского и которая бегает за ним. Но он не преклонен, он любит много женщин, а потом влюбляется в одну. Мариус потрясающий человек. Я счастлива с ним работать. Здесь у меня не очень большая роль. Это такой, скажем, удлиненный эпизод. Но даже вот эти там 8 съемочных дней, которые у меня есть на площадке. Для меня это праздник. Каждый день как праздник. Он очень грамотно ставит задачу. Он очень грамотно работает как режиссер. Направляет актеров. Тем более в том, что я не профессиональная актриса. По сравнению с Маратом Башаровым, с Пашей Деревянко, с другими профи, которые снимаются в этом кино, мне немножко сложнее. Но с Мариусом я не боюсь как-то переиграть или недоиграть. Потому что он очень четко ставит задачу. И я думаю, что опять для меня это будет успех. С Пашей мы отработали две главные роли Гитлера Капута. И Пашу я знаю давно. Прекрасно работает с Пашей. Весь весело. Всегда с улыбкой на лице. То есть никаких нет негатив. Он никогда не давит, никогда не перетягивает одеяло на себя. То есть он настолько, он намного помогает партнеру. В данном случае мне. Поэтому я очень рада работать с Пашей. Я считаю, что это талантливейший актер. И таких немного на нашем рынке кино, скажем так. Мне кажется, 3D это когда-то интернет скоро захватит. Просто кинематограф. Я вообще счастлива, что я попала сегодня в первый российский фильм 3D. И конечно же это когда ты первый в чем-то, ты первый. То есть потом будут наверняка снимать другие фильмы 3D, другие режиссеры, другие картины. Но это всегда будет первый российский фильм снятый. В 3D это уже история. То есть я попала в историю практически. Я считаю, что 3D это мой формат. Для меня открываются новые возможности. Кстати, об этом мне сказал сегодня Мариус. Я считаю, что на фильм, который снимает Мариус Вайсберг, и в котором играют такие актеры, как Светлана Ходченкова, Паша Деревянко, Марат Башаров, Анна Семенович, Михаил Балуистян и еще море гениальных актеров, это первый фильм в 3D, российский фильм. Это наша история. Не только наша история, те, кто в нем снимает, это ваша история. Поэтому я считаю, что вы должны прийти. Я думаю, что мы делаем все. Приходите, вы правда не пожалеете. Но то, что вы будете хохотать весь фильм, я вам гарантирую. Я риэлторша, я сдаю Наполеону Москву. У меня на платье нарисована карта московского метрополитена со всеми стратегическими точками и зонами, где, значит, недвижимость более дорогая, более дешевая. Я сдаю Наполеону Кремль, показываю покои, спальни и так далее. Я очень предприимчивая женщина, я знаю, как продать Кремль Наполеону. Я сдаю Наполеону, поскольку мне, я же как бы играю его девушек, как я могу сказать, что я заржеская. Эта женщина не была у меня в покоях. У меня максимально похожа на площадке с тем, с кем я работаю. Просто главное, что это большущие профессионалы, у них все с чем поучиться. И режиссер мой любимый, с которым вообще всегда очень весело работать. Не только весело, но и как-то очень просто, свободно и большое такое пространство для творчества, потому что он не давит своей воли на актера, а дает ему возможность самому как-то уже участвовать в съемочном процессе. Ржевский против Наполеона. Ну что вам сказать, ребята? Это один из самых ключевых моментов нашего кино. Собственно, совершенно неожиданно для всех героев этого фильма. Наполеон делает графине Ржевские предложения. Олег Николаевич, спасибо, репетитивая любовь, Анатолий Экрус. Пожалуйста, извините, если все перейдем. Все, 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 да? Да, репетируем. Пойдем. Графиня Ржевская вылетает из депиляционного зала после интимной депиляции. Ну что ты знаешь, интимную депиляцию мы не будем снимать, я думаю. Ну вот, не покажешь, решили ограничиться с длением ног, обеих. Лошадки, это красиво, но страшно. Дорожно, ребят. Я император Франции Наполеон Бонапарт. Вот, ну. Умоляются. Будьте моей женой. Че ты старист? Французы, наверное, культурный больше наших инотовки. Погодите, вот, короче, поплаты перестанет знать, что души за руденью, грудью лягут. Лягут, но грудью, а не сиськами. Молчат! Щенок, мальчишка, много знаешь. Идет война, и на ней у каждого свой фронт работает. Играет музыка, много знаешь. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я Заржевского, я играю болельщика, пожилого болельщика. Вообще, у меня в этом фильме три роли, но они все очень маленькие. Буквально по репетке у каждого персонажа. Я их не могу прокомментировать, просто потому что они все обозначены пунктирно. Один партизан, Демьян, чисто русский мужик. Второй, дедушка-болельщик, интеллигент, рафинированный, если видно, в прошлом. А третий, господи, кто же у меня третий, а третий Сталин, Йосиф Виссарионович. Вот такой разброс. Посмотрел пару кусочков, которые мы уже отсняли, а девочки и глянуло. Это эффектно очень. Ну это абсолютная пародия, это капустник. На все фильмы о войне, о патриотизме. А вообще, это просто смешное кино, в котором нет какой-то глобальной идеи. Просто смешной, очень смешной будет фильм, такой сделанный по американским канонам. От Мусера совершенно замечательно. Знакомых я никого не встретил, потому что их здесь нет. Но, тем не менее, на площадке царит такой дух взаимопонимания, скажем так. Все прекрасно друг друга чувствуют и ощущают. И все делают как бы одно дело. Там был такой персонаж Бен Ладен, которого я должен был играть. Но он так более-менее выписан был, достаточно-достаточно серьезно. Так его убрали. Я думаю, что 3D в данном случае даже будет играть значительно меньше роли, чем сама корзина. Потому что, ну, это будет просто очень смешно. А 3D просто придаст ему некую такую свежесть и необычность. Ржевский против Наполеона. Все, отлично. Спасибо тебе. Сейчас ты не смеешь. Не, ну, серьезно, ну, прям отлично. Прям просто это будет... Мы же еще там, у нас же там эти баллы там будут. Да-да-да. Отлично. Не, я... Спасибо вам. Да. Спасибо. Девчонки. До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное. Вы умницы. Спасибо. До свидания. Ржевский против Наполеона. Я офигею. Я левша. Ну, роль у меня такая, в смысле. Не вообще по жизни, а роль у меня такая, левша. Вот. Ребята, здесь происходит кобздец. В смысле, интересно. Ржевский против Наполеона. У меня веселая роль экскурсовода по... Старой Москве. Моя задача привлечь как можно больше людей на экскурсию. Отличная роль. Мне нравится. Старые какие москвичи и незваные гости столицы. Всего за несколько рублей вы сможете увидеть экскурсию по Москве до ее сожжения. Подходим, не стесняемся. Несколько рублей. Мамаша для детей скидки. Мужчина, не стесняемся. Подходим. Так, экскурсия, экскурсия по нашему городу. Хорошее кино. Приятной работы. Как вы просили, мадам, Анисовая, прожая 1774 года. Спасибо. Вы сами. Все. Дорогая моя, что это? Бонечка, раз уж ты решила завоевать всю Россию, мы будем пить русский напиток. Давай, дорогой, за нас. Ладно. Выдыхай. А сейчас по заказу нашего гостя из солнечной Франции, специально для его возлюбленной, прозвучит эта песня. Слышь, братишка, а есть закурить? Я не курю. Гуляй, дядя. Дама хочет потанцевать. Ребята, дама не танцует. Она не танцует. Отдыхай, дядя. Пацаны, вы что, рамсы попутали? Я же ясно сказал, что я не танцую. Или что, реально проблем хочется? Рамсы попутали. Все, парни. Помоги все, полы каланы! Странь! С тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны, так редки. А я ни разу не была в малинках до этого дня, точнее до вечера. Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня, осталось бы навечно. Малинки, 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 такие вечеринки, зеленые тропинки, для тихо и свежо. Малинки, малинки, брюнетки и блондинки, сережки и маринки. Слово рэп, он не для тех, кто опасается суровых слов. Кто всей душой ненавидит жестокий салф. Рэп, банды, граун. Слово рэп, он вроде рэп, как рэп. Мой, если брать другу, то он все-таки суровый Он для сильных парней и здоровых Для всех, кто уважает раб суровый Эй, а вас слушай Раб суровый мой, сливный, красавый Эй, хип-хоп, маньяки Все лучше, а сырье, астань Закрыли, балты Закрыли, если хулиган Пытается тебя достать Дразнить, злить, пить Добить и обижать Ты не должен кричать ему, как Ты не должен подключать свои ботинки Я знаю, как ты еще не сильно обалдел А ты улядешь жизненных проблем и любишь раб Но если ты так, ты ненавидишь жестокий сайт Рэп-баный гал Слово-рэп-бол вроде рэп, как рэп Но если брать другу, то все-таки суровый рэп Для сильных парней и здоровых Для всех, кто... Там снылись я, нефтенонка На всех ветвях голубка Лан-фра, лан-фра, лан-фра-ди-ка Там свежучей трава густа Пасти из ландышей пуска Летит мой сад, голубка 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 Субтитры создавал DimaTorzok